МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите выпуск новостей, подготовленный информационным агентством Турган.ру в студии Алексей Старцев. Здравствуйте! Ситуация с волнениями среди звереноголовских учителей близка к благополучному разрешению. Все точки над «и» поставил губернатор Алексей Кокорин. Материальное положение педагогов улучшится. В отношении чиновников, которые привели к обострению ситуации, будут сделаны соответствующие выводы. О волнениях среди звереноголовских учителей стало известно дней 10 назад. Они обратились в приемную президента России, указав, что уровень оплаты их труда заметно упал, и пообещав выйти на забастовку. На прошлой неделе к учителям выехали заместитель губернатора по социальной политике, директор областного департамента образования и науки, другие представители регионального правительства. На этой неделе в ситуации решил лично разобраться глава региона. Он выехал в звереноголовский район в понедельник вечером. Несмотря на позднее время, Алексея Кокорина ждали. Выяснилось, что к снижению зарплаты учителей привело нарушение норматива ее начисления. Деньги на оплату труда педагогов поступают из областного бюджета. Звереноголовскому району они перечислялись в полном объеме. Но в фонд оплаты труда районные власти включили еще технический персонал, хотя их труд муниципальное образование должно оплачивать из своего бюджета. Это недопустимо, когда фонд заработной оплаты, который предусмотрен только для экономического состава, распределялся в том числе и на технический персонал. Ситуацию мы эту промониторим, учителей всех проинформируем, исходя из возможностей. Если есть возможность, это обязательно выправить. Вместе с тем уровень оплаты труда не должен пострадать. Если Звереноголовский район не имеет достаточных средств, он должен предоставить областным властям соответствующее обоснование. Тогда помощь ему будет оказана. Мы прекрасно понимаем дефициты бюджетов ряда муниципальных образований. И, естественно, при согласовании доходов и расходов обязательно в областном бюджете эту ситуацию учтем. Для того, чтобы технический персонал при перераспределении ни в коем мере не пострадал с нового бюджетного года. Еще одна претензия учителей касалась ликвидации компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги. Вместо нее стали выделять фиксированную денежную выплату. 1200 рублей в месяц. Вместе с тем, по словам Звереноголовских педагогов, за зиму им приходится покупать до пяти машин дров стоимостью 8000 рублей каждая. По льготам за жилищно-коммунальные все услуги, это я уже озвучивал, значит, мы проведем индексацию в первом квартале следующего года на 20%. Звереноголовские педагоги остались довольны результатами встречи. Учителя получили ответы на все вопросы. И они их устроили. Социальный, скажем, взрыв на кал, что ли, который у нас был в районе, в школе, в нашей здравоохранной школе, конечно, желательно было, чтобы мы приехали с 9 числа, конечно, это и сегодня бы этой встречи как бы не было. Но большое вам спасибо. Все, что нас волновало, вопросы. Мы получили ответ, четкий ответ. Губернатор тоже остался доволен итогами общения. После этого он обещал встретиться с главой Звереноголовского района и сделать соответствующие выводы. Это недопустимо. Когда эта конфликтная ситуация идет на протяжении определенного периода времени, нужно правильно с людьми общаться, находить компромиссы. К учителям, которые затеяли по выражению некоторых бунт, не будет никаких репрессий. Губернатор косвенно обещал их взять под свою защиту. Те люди, которые отставили свои интересы, ни в коем случае не должны быть ущемлены. На мой взгляд, таких людей, наоборот, нужно поощрять. Павел Баев, Николай Волков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Считанные недели отделяют россиян от пика эпидсезона вирусов гриппа. Десятки тысяч зауральцев уже переболели инфекционными заболеваниями. Выявлены ли опасные штаммы вирусов, рассказали на итоговой пресс-конференции в Департаменте здравоохранения региона. За 11 месяцев 2017 года в Курганской области зарегистрировано 20 714 случаев инфекционных заболеваний. Причем, по словам ответственных за благополучие зауральцев, 26% из них занимает ветряная оспа. Отрадно, что специалистами здравоохранения и Роспотребнадзора не допущено распространение данного заболевания в регионе. Все благодаря раннему выявлению высокой и точной диагностики. Не допущено ни одного группового заболевания в образовательных и детских учреждениях. Специалисты вовремя пресекли распространение в регионе кишечных инфекций сальмонолеза, дизентерии и гепатита А. Часто у населения стала выявляться ротовирусная инфекция, но особое внимание приковано к гриппу. Всего у нас выявлено за 50-ю неделю 4730, прошу прощения, случаев респираторных вирусных инфекций. И по сравнению с прошлой неделей мы дали прирост на 5,5%, но, однако, мы находимся ниже недельного эпидемического порога на 25,5%. Специалисты акцентируют на этом внимание, так как в прошлые годы в аналогичный период уже регистрировали случаи заболевания гриппом. На сегодняшний момент его нет, однако медики подчеркнули, что в общей заболеваемости ОРВИ по региону эпид-порог превышен в возрастной группе от 0 до 2 лет. А, следовательно, родителям нужно быть более внимательными к своим детям. Пейзаж респираторных вирусов за эти две недели вообще различный, и он очень многообразен. Первый раз мы видим такое, что у нас регистрируются и вирусы двух типов парагриппа первого-третьего, и коронавирусы, и риновирусы. Но доминирующую позицию занимает парагрипп, то есть мы находимся перед выделением гриппа. Медики подчеркивают, впереди новогодние праздники и продолжительные каникулы. Родители призывают быть внимательными и при первых клинических симптомах обращаться за помощью в медицинские организации. На сайте Департамента здравоохранения будет вывешен список графика работы всех медицинских организаций в праздничные дни. Мы в этом году делаем единый подход для наших. Почему? Потому что, чтобы не допустить развития осложнений. Сегодня все медицинские организации обеспечены в полном объеме необходимыми лекарственными препаратами и всем остальным. Наша задача – сберечь наше население и не допускать смертности или тяжелой заболеваемости от бронхолебочных заболеваний. Но это не дело, когда у нас население будет умирать от пневмонии в 21 веке. Алексей Старцев, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Скажи, коррупции нет. В муниципалитете прошло заседание совета при главе города Кургана по противодействию коррупции. Глава города Кургана Сергей Руденко провел четвертое заседание совета по противодействию коррупции. На нем был рассмотрен ряд вопросов, связанных с осуществлением антикоррупционного просвещения и информационно-пропагандистской деятельности, а также были подведены итоги работы совета по противодействию коррупции за 2017 год. Лекции, семинары, радио и видеотрансляции и многие другие мероприятия проводились в текущем году с целью привлечения внимания к проблеме коррупции. О ходе реализации антикоррупционной политики на заседании доложила начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений аппарата главы города и Курганской городской думы Елена Бессонова. За 11 месяцев текущего года на официальном сайте и в городской газете «Курганы-курганцы» опубликовано 19 материалов по данной тематике. В 2017 году городской общественной палатой совместно с органами местного самоуправления были организованы два опроса, в том числе один расширенный в форме онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 259 респондентов. 52% опрошенных отметили, что коррупция – это большая проблема и выразили готовность с ней бороться. Лично сталкивались с проявлением коррупции в городе 71% респондентов. Елена Бессонова отметила, что в противоборстве с коррупцией важную роль играет сознательность граждан и их участие в мероприятиях, направленных на искоренение этого пагубного явления. Я считаю, что антикоррупционное просвещение и пропаганда законопослушного поведения должны быть продолжены с привлечением не только СМИ, но и структур гражданского общества. Также на заседании выступил начальник ОМВД России по городу Кургану Марат Юсупов. В виде лекций, семинаров, занятий проведены. Данные мероприятия проводились в Курганском государственном колледже, Курганском технологическом колледже и Курганском государственном университете. В настоящее время осуществляется подготовка аудиоролика для радиовещаний в крупных торговых центрах и брошюр антикоррупционной направленности для распространения их в предприятиях, в учреждениях города Кургана. Глава города Сергей Руденко подвел итоги деятельности Совета по противодействию коррупции за 2017 год, подчеркнув положительные результаты работы телефона доверия. Надо сказать, что у нас создан постоянно действующий орган Совета профилактики коррупции, который рассматривает вопросы, которые связаны вообще с этим негативным проявлением, которое есть сегодня в обществе. Кроме того, в рамках Совета рассматриваются вопросы, которые поступают от наших граждан на телефон доверия. Надо сказать, что по всем поступающим звонкам надзорными органами и не только надзорными органами проводится проверка, принимается соответствующее решение, граждане своевременно информируются, дабы исключить вообще возможность. Наша задача, прежде всего, подготовить ту нормативную правовую базу, которая не позволяет проявиться коррупционным проявлением. Помимо подведения итогов уходящего года, был утвержден план работы Совета при главе города Кургана по противодействию коррупции на 2018 год. Антон Тяженков, Тимур Нуцуханов, Владислав Базалев, Александр Карпов. Информационное агентство «Курган.ру». 20 декабря в Курганской областной думе составилась пресс-конференция, посвященная молодежному проекту «Молодые герои победы». В ней приняли участие председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов, председатель общественной организации «Молодые парламентарии Курганской области» Станислав Бессонов и сестра героя Советского Союза Михаила Ситникова Лариса Михайловна Окольникова. Подробности встречи узнаете из сюжета. «Молодые герои победы» – проект, направленный на патриотическое воспитание молодежи за Уралия на примере самого трагического момента и одной из важнейших вех в истории нашего государства – Великой Отечественной войне. На примерах ребят-зауральцев, которые со школьной скамьи, не закончив учебные заведения, уходили на фронт и еще не вступив во взрослую жизнь, совершали взрослые поступки, получая за это высокие государственные награды и становились героями Советского Союза. «Одним из таких героев и был Алексей Ситников, это 19-летний юноша, который со школьной скамьи в Макроустовском районе ушел на фронт и своими действиями спас жизни многих своих сослуживцев, наших соотечественников». Дмитрий Владимирович искренне поблагодарил сестру героя Ларису Михайловну Акольникову за участие во встрече, за многолетнюю работу в ветеранском движении и активную жизненную позицию вручил ей благодарственное письмо Курганской областной думы. Председатель общественной организации «Молодые парламентарии Курганской области» Станислав Бессонов сообщил, что в этом году проект получил грант президента Российской Федерации в сумме 1 миллион 100 тысяч рублей, который будет направлен на создание передвижной выставки «Молодые герои Победы». Беспрецедентный случай, когда проект под одним и тем же названием получает грант второй раз. «Будет создан выставочный стенд, который будет включать информацию о молодых героях. То есть это будут не только стены с описанием подвигов, с фотографиями героев, но также будет использовано мультимедийное оборудование, будут плазмы, будут сенсорные панели, на которых посетители смогут познакомиться с картой героев у нас Курганской области, более подробную информацию посмотреть о подвигах, посмотреть сканированные копии первичных документов, боевых листков о подвигах. Ну то есть уже более такая глубокая будет база». «К сожалению, всё меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной войны остаётся с нами, также тружеников тыла. И наша святая обязанность – помнить и передать нашим детям, нашим внукам историю о великих людях». Алексей Старцев, Ульяна Чапала, Дмитрий Тихонов, Александр Немков. Информационное агентство Курганру. Курганский губернатор встретился с промышленниками региона. На встрече подвели и предварительные итоги уходящего года. Какими они оказались для отрасли – узнаете из сюжета. Во встрече приняли участие руководители промышленных предприятий, годовой объём производства которых превысил миллиард рублей. Таких в Заурале 13 – Курган Стальмост, Курган Машзавод, Синтез, Далур, Суэнка, ШААС, КАВС, Технокерамика, Курган Химаш, Завод ограждающих конструкций, Завод Старт, Курган Спецарматура и ЮЖД. Ещё два предприятия – Курган Прибор и Корвет – завершают год со значительной прибылью и ростом объёмов производства. Иными словами, собрался весь цвет заурайской промышленности. Алексей Кокорин поблагодарил руководителей предприятий и коллектива за успешную работу в 2017 году. «Налоговые поступления от промышленных предприятий составляют более половины доходной части регионального бюджета», – отметил губернатор. «Промышленность также обеспечивает создание для зауральцев постоянных рабочих мест. Сейчас самое главное – обеспечить пакет заказов на следующий год». Добавим, что Курганская область – единственный регион в Урфо, где за последние три года отмечается положительный индекс промышленного производства. Так, за 11 месяцев текущего года этот показатель в Заурале составил 101,4% к уровню прошлого года. Подводя итоги разговора, Алексей Кокорин подчеркнул, что такие рабочие встречи необходимы. Они позволяют обменяться мнениями, обозначить существующие проблемы и вместе найти пути их решения. Антон Тяженков, Николай Волков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Выполнить свой гражданский долг стало еще проще. В региональном правительстве рассказали, как будут проходить выборы президента России в Курганской области. Подробности прямо сейчас. 18 декабря официально стартовала избирательная кампания выборов президента России. Они состоятся в марте 2018 года. В зале администрации области собрались члены правительства, главы муниципальных образований и представители общественных организаций Зауралья. Цель – обсудить приоритетные задачи и этапы прохождения выборов на всех уровнях. Всем нам вместе нужно потрудиться от органов местного самоуправления, от правительства. Требуется самое основное – это на должном уровне выполнять свои должностные обязанности и сделать так, чтобы жизнь была более комфортной и чтобы наших избирателей не приходилось уговаривать приходить на избирательные участки. Голосовать легко. Так звучит новый слоган в списке новаций избирательного законодательства. У граждан России впервые появилась возможность голосовать без открепительных удостоверений. В нововведениях предусмотрено, что каждый человек может отдать свой голос по месту жительства, а не регистрации, как это было раньше. Отныне каждый заранее может выбрать место своего голосования. Для этого необходимо лишь подать заявление в местный избирательный участок или в многофункциональный центр. По мнению членов избирательной комиссии Курганской области, это увеличит явку избирателей. Есть разные сегодня оценки, но это миллионы избирателей, которые не могли воспользоваться своим активным избирательным правом, потому что, чтобы получить открепительное удостоверение, надо было прибыть по месту своей регистрации, написать заявление, получить открепительное удостоверение, а потом по нему проголосовать по местному нахождению. Это очень было затратно. Сегодня никаких затрат. Отметим, прием заявлений начнется за 45 дней до голосования в территориальных избирательных комиссиях и МФЦ. Воспользоваться такой возможностью можно до 12 марта 2018 года. Павел Баев, Константин Пчаков, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру В Малом зале правительства Курганской области прошло заседание антитеррористической комиссии. Какие моменты оказались в центре внимания руководства региона? Расскажем прямо сейчас. В ходе заседания обсудили вопрос по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. В преддверии Нового года задачи выходят в приоритет. Реализация плана мероприятий в областном правительстве доложил начальник управления обеспечения и охраны общественного порядка МВД России по Курганской области Александр Ищеряков. Особое внимание будет уделено проведению технических осмотров автобусов и проверке водителей, перевозящих детей на елки, обследованию мест проведения праздничных мероприятий на предмет обнаружения взрывных устройств. В этом году также, как и в прошлом, в местах проведения массовых новогодних гуляний и рождественских богослужений выставлены дополнительные наряды полиции. Также уделяется внимание вопросам возможных проявлений экстремизма и терроризма. Для предупреждения происшествий данной категории проведено 65 встреч с лидерами национальных диаспор, представителем несистемной оппозиции и молодежных движений. В настоящее время в территориальных органах внутренних дел проводятся рабочие встречи с главами муниципальных образований, в ходе которых уточняются места и время проведения праздничных мероприятий, численность их участников, а также вопросы взаимодействия. По заявлению главы региона Алексея Кокорина, все поставленные задачи перед областной антитеррористической комиссией и оперативным штабом выполнены в полной мере. Антон Тяженков, Тимур Нуцуханов, Владислав Базалев, Андрей Бахрев, информационное агентство Курганру. В Кургане прошел ежегодный музыкальный фестиваль КВН «Кубок за Уралье». На сцене областной филармонии выступили 18 команд. Каждая имела свою изюминку и по-своему запомнилась зрителю. Участники были разделены на три возрастные группы. В Ясельной выступили 6 команд, в средней 7, в старшей 5. Наша команда, как таковая, образовалась недавно. Мы как собрались все вместе, школьная команда мы, и решили, что мы должны завоевать сегодня главный приз. География участников была обширна. Помимо команд из областного центра блеснуть находчивостью, приехали команды из Китовского района, Лебяжья, Макушина, Петухова, Целинного, Шумихи. Отдельно стоит отметить делегацию из Шадринска. Мы привезли из Шадринска 4 команды. Ребята, конечно, готовы. У нас недавно прошел наш кубок, зимний кубок в Шадринске. То есть ребята выиграли, поехали сюда. И я надеюсь, сегодня они покажут достойный уровень и смогут составить конкуренцию Кургану, Тюмени и району. В этом году курганских любителей КВН порадовали своими выступлениями команды из Тюмени, Тюменский квартал, Русь и чемпионы Западной Сибирской лиги КВН «Рок-звезда». Команда КВН «Рок-звезда» в прошлом году ездили на этот фестиваль, выиграли средний блок. Сегодня играем в старшем блоке. Веселые находчивые из Кургана относятся к этому фестивалю как к празднику, не меньше. И вот в этом году рассмешить своих земляков получилось у девяти команд. Стоит отметить, что фестиваль имеет давнюю историю. Фестиваль проходит 15 раз, юбилей. Очень-очень интересный КВН в этом году. Почему? Потому что больше стало команд, больше стало задора в командах. Хотелось бы больше видеть команд города Кургана и области. Праздник прошел на ура. В ясельной группе победу одержала команда «Второе пришествие» – город Шадринск, среднеобразовательная школа номер два. В средней группе победителями вышли их земляки, представляющие за Уральский колледж физической культуры и здоровья. Команда «Молодежная сборная». Гвоздем программы, как и ожидалось, стало выступление старшей группы, победу в которой одержали гости из Тюмени – команда «Русь». Усилий практически никаких, потому что уже проводим до 15-й год, поэтому все на автомате, все отрегулировано, все очень спокойно, удобно. Комфортно и по организации, и по зрителям, и по участникам. Чего жду? А жду уже очередного 16-го международного фестиваля. Потому что, в принципе, как мне кажется, все уже готово. Осталось буквально два часа, чтобы люди посмотрели, зрители наши посмотрели все, что команды приготовили. Ну и будем ждать очередного, потому что хотелось бы, чтобы КВН развивался и жил у нас в Курганской области. Андрей Бахарев, Дмитрий Долгих, Владислав Базалев, Александр Карпов. Информационное агентство «Курган.ру». Напомним, что жители Заураля смогут обратиться со своими проблемами непосредственно к губернатору Курганской области. Ответы прозвучат в субботу, 23 декабря, в эфире программы «ГТРК Курган. Наше время». Вопросы главе региона можно задать до вечера 21 декабря на официальном сайте регионального правительства. На этом у меня все. Эфир продолжит программа «Твой стиль», а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Производитель и розничная сеть «Зенден» насчитывает более 250 фирменных магазинов и предлагает широкий ассортимент обуви и аксессуаров для всех членов семьи. Более 5000 моделей из кожи, замши и велюра не оставят равнодушными даже самых взыскательных покупателей. Наша обувь – это прекрасное соотношение качества и цены, потому что мы являемся производителем обуви. Опытные дизайнеры «Зенден» разрабатывают обувь не только на под каждый сезон, но и на все случаи жизни. Комфортная обувь на каждый день, модная элегантная на выходы для работы, а также удобная для спорта и отдыха. Приходите и убедитесь в этом сами. Ассортимент магазинов «Зенден» – это прекрасный выбор фабричной, качественной обуви по выгодным ценам. «Зенден» не только продает, но и сам производит обувь, поэтому в магазинах держатся цены на уровне прошлых лет и действует минимальная наценка. В магазине представлены более трех тысяч моделей обуви, 50 брендов. Здесь вас ждет огромный выбор обуви для всех членов семьи. Комфортная на каждый день, элегантная на выход, удобная для спорта и отдыха. Вас всегда рады видеть в магазине «Зенден». Приходите и убедитесь сами – в «Зенден» всегда выгодно. До самого волшебного праздника остаются считанные дни. А это значит, что пришло время подумать о наряде, в котором вы будете встречать год земляной собаки. Кстати, она является символом порядка и дружелюбия. И наверняка принесет в нашу жизнь немножко удовольствия и спокойствия. Что касается цвета, то стоит сосредоточить внимание на натуральной палитре. Насыщенные оттенки желтого придутся по вкусу любительницам шумных компаний и вечеринок. Такого рода цветовое решение и фасон гарантируют девушке пристальное внимание поклонников. Новому 2018 году также соответствуют оранжевый, красный, серый и бежевые цвета. Одежда должна придавать вам определенный шик и шарм. Что касается мужчин, то нам в этом плане гораздо проще. Для неформальной новогодней вечеринки можно обойтись без особого дресс-кода. Теплый свитер с новогодней аппликацией предостаточно. Одежда для ярких праздников и спокойных будней в большом ассортименте в магазине Мегахенд. Супервыгодная система скидок поможет вам быть в тренде на новогодней вечеринке, при этом не разоряя бюджет. Так что зарплаты хватит еще и на подарки. А также в Мегахенде можно найти и карнавальные костюмы для детей и взрослых. Новый год будет удачным вместе с Мегахенд. ТЦ Зауралием. Улица Карла Маркса, 106. Встречайте Новый год с новой мебелью. Магазин «Мебель со склада». Омская 131. Строение 3. 23 декабря открытие двух фирменных магазинов женской одежды. Классика и Серджинетти. В ТРЦ «Стрекоза». Ждем вас на стильный предновогодний шопинг. Побалуйте себя в новогодние праздники ароматной и сочной рыбкой. Чавыча, белорыбица, икра свежего посола и другие деликатесы. Розыгрыш подарков при покупке от 1000 рублей. Ждем вас на выставке «Рыбные деликатесы Сахалина и Камчатки» с 21 по 23 декабря в здании ЖД вокзала «Правое крыло». Торговый центр «Солнце». Новогодние скидки до 50% на мебель, одежду и обувь. Заозерный 6-й А микрорайон, дом 1А. Внимание! В торговом доме «Зауральский» на третьем этаже с 15 по 28 декабря выставка продажа индийских товаров. Вход бесплатный. Индийские товары в торговом доме «Зауральский». Многоразовые подгузники «Канапуша» сократят расходы молодой семьи до 10 раз. Теперь на полках «Метрополиса» в торговом центре «Рио». Интернет-магазин «Столплит» представляет мебель по традиционно низким ценам. Шкаф «Полирма СБ-2060» по цене 9 990 рублей. Столплит. Доступная мебель. Интернет-магазин «Е-96». Детские игрушки от 284 рублей. «Е-96». Заказывай и забирай. Быстро нарезать овощи кубиками и натереть фрукты тонкой соломкой или кольцами вам поможет универсальная овощерезка «Найсер Дайсер Плюс». Этот уникальный прибор идеально подходит для фруктов, овощей, грибов и мяса. В комплекте 6 оригинальных лезвий для шинковки, 2 вида терок, контейнер для сбора. Всего за 1499 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. «Найсер Дайсер Плюс» – ваш кухонный помощник. Смотри. Смотри внимательнее. Самую сочную и самую новогоднюю программу «Мандари». Если у тебя есть интересное видео, пришли его на сайт курган.ру в раздел «Мобильные новости» и получи приз. «Мобильные новости». Будь первым, будь мобильным. Региональная премия общественного признания «Время успеха-2017». Константин Пчаков – организатор проекта «Зауральский характер». Олег Милентьев – трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по армрестлингу. Клуб инвалидов «Ахиллес» – гранд-фонда президентских грантов. Подробности на сайте курган.ру. Журнал «Телесемь» и ТРЦ «Гиперсити» приглашают на главную новогоднюю елку 23 декабря. Новогоднее представление, розыгрыши призов и фестиваль на лучший семейный костюм. Генеральный партнер ООО «Авторегион 45». Официальный дилер «Лифан» в Кургане. Музыкальный салон «Аккорд». Курган, улица Кирова, 105. Пока в джунглях кричал «Тарзан», Семен успел скачать фильм. Ведь у него тариф «Атака премиум» и скорость 330 мегабит в секунду. Подключайся на intersviz.rf. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Наталья Ичменева. Отличный подарок к Новому году можно приобрести в салоне «Аккорд». Большой выбор гитары, клавичных инструментов по низким ценам. «Аккорд» Кирова, 105. Компания «Интерсвязь» предоставляет космические скорости в интернете. Включайся «Атака премиум» 330 мегабит в секунду. Подробнее на intersviz.rf или по номеру 8 800 2747. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на четверг эхом уходящего циклона в Заурале еще кое-где отзовутся небольшие заряды снега. А вот днем инициативу в атмосфере перехватит казахстанский антициклон, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение. В Екатеринбурге минус 5, минус 7. В Тюмени минус 8, минус 10. В Челябинске минус 6, минус 8 градусов. Без существенных осадков. В Кургане облачно с прояснениями возможен кратковременный снег. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха минус 13, минус 15 градусов. Днем в Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха минус 9, минус 11 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 миллиметров ртутного столба. 21 декабря солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я обращаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok